Стадион ФИШ чемпионат мира 2018 года в России во втором туре. Здесь играют сборные Германии и Швеции, а комментируют Константин Генич и Роман Трушечки. Всем добрый вечер. Жером Буатенк, Бавария 17-й, Себастьян Руди, Бавария Мюнхен 19-й. На рудиментарные изменения пошел я. Климан Тюрпен из Франции, Серил Грингор, также из Франции Павел Гиль и Пауло Валерий. И это Сугрантис. Не попадает по мячу. Момент у сборной Германии. Еще момент. Не забивает Юлиан Дракслер. Вот это момент еще и сейчас был у Будда с Ким. И надо было забивать быстро. Оставит дрожь позади. Сейчас атака сборной Германии. Продзительный пас, который мог получиться и гол от Юлиана Дракслера. Может быть Дракслер даже бил в этой ситуации. Вот так протыкая мяч. Очень авантюрно действовали. Момент сейчас прострелы. Мяч мог оказаться в сетке ворот. А почему же Ройс не скитрил и не попробовал пробить сам? Пожалуйста. Седьмая или десятая передача. И мяч бьется в грудь Мануэлю Нойеру. И Маркус Берг выпрашивает пенальти. Основания были ли? Посмотрим. Рудигер невозмутим. Возвращается. Ищем он марчет. И здесь скидка Берг блокирует удар. Нет, здесь Грандвес король воздуха. Но подбор удар. Рикошет мог бы быть от ноги Вернера. Но после удара Руди мяч никого не касается. Ну и сборная Мексики, еще расскажу, в теплой ванне. Шесть очков. И они гарантировали. Почти. Смотрели на пленочку. Сейчас подача в штрафную площадь сборной Швеции. Здесь нарушение правил. Сколько усилий затрачивает сборная Германии. Как она царит на поле и как играет Швеция. Вещи неспособимы. Казалось бы. Ну и вот опять сейчас грубейшая шажа. Да, Себастьян Руди. Два года назад он был близ. Руди выдал потрясающий сезон. Следующий после. Вошли в зону соперника шведы. И заработали угловой. Заработали угловой. Йонас Хектор опередил пресс, которому прикладывают к шее. Юкао Гюндаган. Да, Юкао Гюндаган. Тойвани. Момент. 1-0. Шведы выходят вперед. Боже ты мой. Какая атака. Привет Тони Кроссу. И как же элегантно. Ола Тойванин мяч. Перекинул через Мануэля Нойера. Немцы. Такие немцы. Да, я хотел бы вам сказать, что в шаге от вылета на этом чемпионате мира. Но впереди. Пошли сами дальше вперед. Дракслер нарушает правила. Сложнейшая ситуация для сборной Германии. Сложнейшая. И сами себя немцы. Вогнали быть у Аргентины теперь после победы нигерийцев. Чуть-чуть полегче стала ситуация. Но вот сборная. Кросслер. И здесь. И выносит мяч Ольсен. Удар. Удар с правой ноги. Рикошет. Ольсен выручает. И еще один момент. И мяч проходит рядом со штангой. Как сейчас не забили немцы. А какие претензии. Это было очень. Это было очень. Ройс прострел. Ну и где там Вернарда? Это он. Общались с журналистами. Буатенг. В ближний угол. Неожиданно для Ульсена. Удар наносит. Но мяч проходит рядом со штангой. Рикошета не было. В обновках и заменах Германии сильнее всех. Может быть так оно и будет. В конце концов. Но вот еще один удар в створ ворот Нойера. Очень красивый гол. И второй в раздевалку. Лева. Это было бы слишком. Перерыв в матче на Союзе Фишт. Сборная Швеции переигрывает. Вернарда. Возвращаемся на Олимпийский стадион Фишт. Здесь играют Германия и Швеции. Должны были получить пенальти на первых минутах. Свои ворот. Практически все полевые игроки сборной Швеции здесь. И вперед. Вернер. Прострел. Момент сборной Германии. Гол. 1-1 Марко Ройс. У него на спине 1-1 и 1-1 в этом матче. Что ты молчишь, Роман Георгиевич? Если бы мы кричали вместе, я думаю, что с Роман Гюзом даже красная поляка. Грант сейчас ошибся с передачей. И чем это обернёт? Вели у шведов. И ещё один момент. И в итоге закончили 4-4. Да, этот матч вошёл в коллекцию. Вообще, Евсула Тойванин. Подача. Удор. Хорошо наигранная комбинация. И Томас Мюллер головой переправлял мяч в ближний угол. Вернер не умеют. И ещё одна остановка игры. И Лусти, кстати, тоже мог бы жёлтую карточку получить. Эгдель получает. Не убираете далеко. Да. 7 бета, 1 ответ. Положение вне игры. Всё-таки было. Удалось это сделать. Вернер. Автогелевая передача. Похожая атака. Похожая атака. И не получается удар у Йонаса Хектора. И ещё. На левый фланг. Будет подача Аугустинсена. Прострел. Момент. И не попадает Марко Ройс по мячу. А было ли положить работать под страховку у шведов? Прострел. Рикошет. Свою группу футболистов. Чужую тоже. Вернер. 20-чуть назад. Кросс. Удар. Принимает этот. Кросс. Удар Тони Кросса. Рикошет. И ещё один. У вас на Вернера. Диагональ. Прострел низом. Передачи не проходят. Порос. Здорово. В конце концов. Заставляет на себе жёлтую карточку получить. Боатенга. А вот по игре этого не скажешь. Ошибается сейчас в отборе. Кемпионов. Подача Аугустинсена. Защитник. Пошёл набираться сил. Эти передачи не идут. Боатенг. Подача. Там мешают друг другу игроки сборной Германии. И снова свистов. Справа то слева то в середине. Давай выручай команду. Хотя уже вышел Марио Гомес. А чем он занимается. Тихо-тихо-тихо. У Боатенга есть жёлтая карточка. Сейчас удар сзади по ногам. Марцинник отгоняет от себя игроков шведской сборной. Подача. И здесь сразу три шведа. Мануэль Нойер поехала на га. И он выбивает мяч на угловой. Что же творится с голкиберами в Баварии? Тулер. Команды обмениваются. Забитый мяч. Разыграли мяч немцы. Подача. Но Ульсен. Йонаса Хектора. Тони Кросс. Ещё одна подача. Гомес. Выручает Ульсен. Боже. Ройс сравнял на 48-й. В большинстве нарушение правил. Пробить. Даган. Бранд. Удар. Штанга. Вернер. Кто сглазит? Варианты. Нет. Уже нет. Положение. Надо уходить туда в лицевую падение. Жалко не вошёл в штрафную, да? Ньюс. И Тони Кросс прекрасно понимает, сколько вложенного мяча Кросс-Ройс. Удар. Гол. Сборная Германия. Что ты будешь делать с этими немцами? Потрясающий гол. Фантастическая развязка. Тони Кросс. Здесь немцы додавили сборную Швеции. Тони Кросс герой матча. Немцы настоящие. Немцы настоящие. Тони Кросс точно настоящий. Абсолютно точно. Это хорошо. Чемпионы мира снова в деле. По-прежнему в деле. Они в игре. Всё продолжается в третьем туре. Важнейшая игра для команды Германии. Может быть, достаточно простая по изначальному плану. Потому что в соперниках будет самая слабая команда группы, которая уже отвалилась. Но всё равно такую команду тоже надо будет обыграть. Да!